В начальных классах Надя училась на отлично. За партой всегда сидела задолго до звонка, аккуратная, с туго заплетенными косичками. В средних классах что-то изменилось. Девочка начала все чаще опаздывать в школу и часто ее не пускали на первый урок из-за опозданий. В старших классах дела только ухудшились. В школьной стенгазете все чаще появлялись карикатуры на ее внешний вид, за которым она, казалось, перестала следить. То ботинки расстегнуты из-за сломанного замка, то пуговицы застегнуты не по порядку, а волосы постоянно собраны в лохматый пучок. Одноклассники сторонились ее, староста класса читал морали, а учителя называли недоразумением. Классная руководитель Ольга Степановна часто при всем классе отчитывала Надю за систематические опоздания, за съехавшую успеваемость и грозилась ставить вопрос на педсовете о том, чтобы оставить Надю на второй год. «Ты в кого превращаешься, Маркина?» – строго спрашивала она. «Сама-то понимаешь, к чему все идет? Твое будущее – мыть полы и только в туалетах на вокзале, потому что мыть полы в кабинете директора тебя попросту не допустят. Не стать тебе человека Маркина. Ох, не стать! Куда только мать твоя смотрит?» Надя молча опускала голову, краснела и ничего не отвечала. Одноклассники относились к ней с безразличием, но если только иногда кто-нибудь из мальчишек шутки бросал в ее адрес. «У тебя ботинок каши просит! Скоро птички гнездо в твоей прическе вить начнут!» Надя убегала после уроков, никогда не оставалась дежурить по классу и утром, как всегда, опаздывала на первый урок. Ваня Нестеров, отличник и заводила, однажды решил проследить за Надей. Ему стало любопытно, почему она так сильно изменилась и куда все время спешит, почему опаздывает и по какой причине ее успехи так сильно снижаются. А ведь в начальных классах она училась гораздо лучше него и всегда ее ставили в пример многим. Жила Надя с мамой и младшим братиком в бараке, где был один длинный коридор и по 8 квартир в обе стороны. Напротив барака росло фитвистое дерево, на которое и забрался Ваня. Забежав домой, уже через несколько минут, забросив портфель, Надя выскочила из парадной с двумя ведрами в руках. Она набрала воды в колонке и поспешила домой. Долго пришлось Ване ждать, пока вышла Надя опять с тазом мыльной воды, которую выплеснула в палисадник и снова скрылась за дверью. Через некоторое время девочка вышла с пустой сеткой в руке и быстро зашагала от дома. Ваня слез с дерева и отправился за ней. Она забрала из детского сада братишку, затем зашла вместе с ним в магазин, купила бутылку молока, батон и пару луковиц. Надя завела брата домой и снова куда-то побежала. Ване было сложно успевать за ней, чтобы оставаться незамеченным, и он решил в следующий раз проследить за девочкой еще, а пока подошел к играющим у ее дома мальчишкам и попытался расспросить все о семье Нади и как можно подробнее. Ребята рассказали, что мама Надина серьезно больна и Наде приходится ухаживать за ней и за братом, а еще работает она, моет бутылки в приемном пункте стеклопосуды неподалеку, а по утрам подметает соседские дворы, а потом отводит брата в сад. Помощи ни от кого не принимает, говорит, что сама справится совсем. Ваню такое откровение серьезно зацепило. Ему очень захотелось помочь Наде. Теперь он начал заступаться за нее при каждой возможности, не позволяя одноклассникам бросать в ее адрес никакие колкости. А когда классная руководительница в очередной раз отчитывала Надю за опоздание и плохие оценки, она схватила портфель и выскочила из класса, а Ваня не выдержал. «Ольга Степановна, вы ни разу не поинтересовались, почему Маркина опаздывает, почему она не может учиться лучше, чем занято все ее время. Вам не интересно, чем живет человек, а вот обидеть, ранить – это просто». Учительница побледнела и попыталась что-то сказать, но не дав ей возразить, Ваня встал из-за парты и тоже покинул класс. Надя плакала в коридоре. Заметив подошедшего Ивана, она вытерла слезы и старалась показаться непроницаемой. «Не обращай внимания!» – он попытался посмотреть в ее глаза. «Не надо меня жалеть!» – Надя выскочила на улицу. А вечером, придя в приемный пункт стеклопосуды, она увидела, как Ваня сидел на ее месте и мыл бутылки. «Ты что здесь делаешь?» – удивилась девушка, испугавшись, что ее лишили работы. «Тебе помогаю». «Вот еще! Сама справлюсь, не нужны мне помощники». «Но я уже почти все сделал. Присоединяйся! Так ты время сэкономишь, чтобы позаниматься. Экзамены скоро, а ты отстала сильно. Я тебе помочь хочу, не отказывайся, Надюш!» Надя прослезилась, но тут же взяла себя в руки. Ее уже давно никто не называл в школе по имени. Дразнили всячески, прозвища обидные придумывали. А тут… «Надюш!» «Тебе это зачем?» – спросила Надя, все еще сомневаясь в добрых намерениях одноклассника. «Просто так!» – сказал Ваня и резко продолжил. «Потому что ты мне нравишься с первого класса». Он громко сглотнул и покраснел. Надя улыбнулась, и на ее щеках появились привлекательные ямочки. С этого момента Ваня начал помогать Надежде. Пока она подметала по утрам, он отводил ее братишку в садик, а вечерами они вместе мыли бутылки. Ваня начал приходить к Наде домой, они вместе готовились к экзаменам. А когда Ваня закончил школу, и отец спросил, какой подарок он хочет, тот попросил купить путевку в санаторий для одной женщины. Отец был весьма удивлен странной просьбе, но оценил желание сына помочь кому-то, жертвуя собственными желаниями. Он знал, что сын мечтал о мопеде. Маму Нади отправили в санаторий, откуда она приехала со всем другим человеком. Ей стало заметно лучше, и Надя решила, что непременно заработает денег, чтобы поставить маму на ноги. Она пошла учиться в кулинарное училище и уже через год пекла такие торты, что любой кулинар мог позавидовать. На 18-летие Вани она испекла огромный торт в подарок. Друзья родителей, которые пришли поздравить Ваню, оценили кулинарный шедевр и начали просить Надю испечь торты на заказ к праздникам. Так Надя стала зарабатывать, не выходя из дома. Заказов становилось все больше. Она могла отправлять маму в санаторий дважды в год, и вскоре та уже крепко стояла на ногах и помогала дочери. Брат учился в школе и становился более самостоятельным. Теперь, наконец-то, у Нади появилась возможность позаботиться и о себе. Она сделала модную прическу, купила красивые наряды. С Ваней они проводили вместе все больше времени. Прошло пять лет, и Ваня с Надей отправились на встречу выпускников. Ольга Степановна не могла поверить глазам. Она подошла к Наде с широкой улыбкой. «Маркина, какая ты! Я горжусь, что наши ученики чего-то в жизни добиваются. Все-таки школа помогла тебе человеком стать, Маркина?» «Надя всегда была человеком, Ольга Степановна», вмешался в разговор Иван. «Просто вы многого не знали. Таких людей, как моя будущая жена, сложно встретить, но вам этого никогда не понять. Для вас ведь не имеет никакого значения. Душа человека, его внутренний мир, вам важны лишь внешние показатели, поверхность». Ваня взял Надю за руку. «Идем потанцуем». А Ольга Степановна долго смотрела на красивую пару, кружащуюся в танце, прокручивая в голове слова Ивана.